get fun на связи в этом обзоре расскажу про грозу эсминцев и кузнеца победы настолько хорошего что ему подойдет звание месье турбина крейсер brisbane расскажу про особенности корабля и покажу его в деле но перед этим напомню что это и многие другие видео вышло благодаря бустером если хотите чтобы обзор выходили чаще и они не пропадали на неделе с канала то вступать в команду и получаете ранний доступ к обзорам и розыгрышам ссылочки в комментариях ну а теперь за brisbane зайду сразу с козырей фишка корабля в сочетании длинного рлс по типу советского и комфортной незаметности корабля которые в сумме дают окно более двух километров безопасной рлс зоны другими словами если вы засветитесь то включаем рлс и наверняка находим цель которая следующие 20 25 секунд в зависимости от вашей прокачки только и будет погружена в заботы собственного выживания и нередко совершив ошибки в этом деле уже ничего не выйдет и она отправится в порт такая особенность понравится многим охотникам за эсминцами и поклонникам отрядных игр ну а чтобы не купить кота в мешке дальше давайте разберемся с другими характеристиками brisbane и сравнив корабль с одноклассниками поймем чем же он заплатил за такую фишку многие уже заметили что brisbane похож на минотавр и да это систер шипы так что не будем закапываться в детали в живучести новинка как и минотавр это кот шрёдингера которая живет хорошо ровно до первого неудачно принятого залпа бронебоек после чего может стать сразу мертвым и если у британца для упрощения геймплея в рандоме есть возможность взятия дымов которые будут спасать корабль более трех минут от фокуса то у brisbane даже близ к такой возможности нет кстати если вы чуть-чуть не подавились услышав про возможность взятия трех минутных дымов то вероятно вы просто пропустили мое недавнее видео про новые будни минотавра рекомендую заглянуть в подсказки и наверстать упущенное крейсер сейчас весьма интересен но не будем отвлекаться выше названная причина говорит мне о том что игра на новинке это особый вызов вашему мастерству так как вы можете рассчитывать только на высокий уровень незаметности отличная пво корабля которая лучше кстати даже чем у минотавра читерный дивизион которая восстановит полученный белый урон с фугасов и возможность популять по противникам из-за островов из артиллерии или торпедами с открытой воды какая тактика нанесения урона является для brisbane кстати основной затрудняю сказать артиллерия для легкого крейсера у brisbane недостаточно скорострельно и недостаточно дальнобойно для безопасной игры заливателя несмотря на то что стволы тут с минотавра перезарядка у них на 57 процентов дольше и даже появившаяся возможность заряжать в эти стволы фугасы которые лишен минотавр не способна наверстать такое отставание потому как фугасы тут не сказать что сильные они по урону отстают от американцев кроме того у 152 миллиметровок не хватает пробоя для уверенного дамага по линкору единственное преимущество в артиллерии открываемые фугасами в том что цели стоящие носом к нам теперь не будут неуязвимы что является для минотавра проблемой и достигается этот эффект за счет высокого шанса на пожар но давайте будем откровенны сейчас в дуэльной перестрелки с линкором у brisbane намного больше шансов поймать цитадель чем выжечь противника дотла и именно по этой причине особое внимание я обращал в геймплее на торпеды торпедные аппараты тут пяти трубные что при наличии четырех аппаратов дает нам возможность варить наваристую торпедную уху при этом рыбки идут на 13 половиной километров и у них высокая скорость 68 узлов и конкурентный урон с попадания что дает возможность использовать эти рыбки нет только в защитной тактике где они безусловно хороши но и даже при атаке ну а на сладенькое про пл о уже в самом начале видео я намекнул что лодкам от наличия брисбейн на фланге становится некомфортно и сейчас время сказать почему в отличие от пенотавра с глубинными бомбами у брисбейна есть авиаудары потому после включения рлс и раздамажив селедку фугасами мы потом ей на отступление еще закидываем всю точку бомбами и возможно закидываем затоп в ремку короче в охоте за лодками приходится меньше рисковать и потому эффективность этой тактики на брисбейн намного выше ну а если мы бомбами промахнулись то включаем габ и продолжаем преследовать лодку по старому доброму проверенному способу короче если смотреть по тактике то для меня корабль стал каким-то таким замещателем эсминцев то есть ему под силу сначала перерезать всех инвизоров красной команды а потом уже заняться в безопасности выполнением задач усминцев виде захвата точек а если бой проходит на открытой воде то мы можем еще и откидаться по противникам торпедами ежели бой идет где-то в островах то создать оборону от использования выжигательного потенциала из артиллерии безусловно эффективность этого крейсера в отрядной игре будет намного выше за счет того что там будет выше поддержка фокуса и союзник если вы играете с эсминцем может подстраховать дымами в которых дамажить будет намного проще но как показала моя тестовая серия и в соло игре такие возможности подлобить порой получается тут главное вовремя считывать ситуацию на карте и данный бой тому пример беда только лишь в том что если вы особо удачно все рассмотрите а вот противника решит притормозить то возможно вы создадите неприятные условия быстрого турбинного боя где из-за недостатка силы нашей артиллерии мы просто будем не способны нанести большого количества урона хотя при этом вы конечно за счет захвата точек и уничтожения эсминцев все равно будете гребсти опыт лопатой но если вам интересен именно нанесение урона то возможно этот корабль вам будет не всегда приносить много удовольствия в игре напоследок про раскачку я вижу тут их две либо охотник за эсминцами либо торпедный нагибун вторая нужна если вы поклонник домашки но в этом случае знайте корабль не будет вызывать как мне кажется того уровня восторга что может при первой и вот для охотника берем арт-тревогу мастер снаряжения дополнительное хп через живучесть и маскировку в качестве основы а только потом докидываем узко специализированные отчаянный пилинг и интендант в этой раскачке главное помнить что выбитые рули или движок для нас критичны и потому пока есть риск поймать по лицу выжидаем с активации ремки в торпедной прокачки естественно обращаем внимание после взятия основы на второй столбец ну а рассматривать корабль как артиллериста через выжигатели или инерционку считаю что не стоит повторюсь стволы тут ужасны и для этого геймплея намного лучше подойдет вустер или невский ну а модерки брис бэйна в обоих билдах можно брать одни и те же последнее что важно сказать про этот корабль только то что распространяется сейчас он через специальный специфичный ивент если вам кажется что это игра в напёртке в которой очень сложно понять реальную стоимость корабля то вам стоит напомнить что брис бэйн анонсировался за уголь потому потерпев сейчас немного позже вы получите идеального охотника за эсминцами считай что за даром ну а на этом все надеюсь видео было вам полезно жмите лайк и подписывайтесь на канал если это так особые слова благодарности спонсорам с бусти в особенности адмиралом константину пучкову параноику алексей емельянову дмитрию виноградову очень чипосу костю кутошлыкову михаилу рубцову и денчику и иванову а также лейтенантом нантиксу маг марлину арнольду шорте артему гоу страйдеру ивану данилка one frozen apple дмитрию иваненко мартынову павлу и слипу ну а на этом точно все до связи всем и пока пока